МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомеле следователями устанавливаются обстоятельства гибели пешехода на улице Бориса Царикова. На мужчину наехал мусоровоз, который двигался задним ходом для погрузки контейнеров. На пути грузовика оказался 70-летний пенсионер. В результате транспортного происшествия 70-летний пешеход, полученный в трамп, скончался на месте происшествия. А это корма. Здесь водитель автомобиля БМВ совершил наезд на пенсионера, не обозначенного световозвращающими элементами. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В такте ДТП пешеход также скончался на месте происшествия. На минувших выходных с травмами различной степени тяжести были госпитализированы и подростки. В Гомеле водитель Ниссана совершил наезд на 12-летнего мальчика, не предоставив ему преимущества в движении. А в лельчицах владелец Рено, выполняя разворот, наехал на пятилетнюю девочку, которая играла на проезжей части. В итоге мальчик попал в травматологию, а девочка в отделение реанимации. Гомельские таможенники обнаружили в грузовом автомобиле более сотни металлических контейнеров и катушек, не заявленных в товаросопроводительных документах. По оценке специалистов, незаконный товар тянет на 100 тысяч белорусских рублей. Автомобиль прибыл из Румынии. Фактическое количество перевозимого груза не соответствовало указанному в документах. 29 металлических контейнеров и 87 металлических катушек перемещалось сверхзаявленного. По факту нарушения таможенного законодательства Гомельской таможней начат административный процесс в отношении перевозчиков в соответствии с частью 1 статьи 14.5 КАП Республики Беларусь. Санкции данной статьи предусматривают наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин, аналогическое лицо до 30% от стоимости предмета административного пронарушения. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин